Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молоковой. Сегодня у меня в гостях режиссер, продюсер, актер и сценарист Юрий Спиридонов. Здравствуйте! Юрий, у нас такой повод, возможно, праздничный. На недавнем кинофестивале в Тамбове один из ваших фильмов получил приз. Что это за фильм и какой приз он получил? Это был четвертый всероссийский кинофестиваль, который проходил в Тамбове в сентябре месяце. И для нас, как люди, которые творят кино, все-таки не безразлична судьба того продукта, который мы выпускаем. Мы решили попробовать отправить новую работу, свою короткометражку. Мы ее назвали даже «Артхаусная кинопостановка. Там, где тебя нет» называется. Вот это история о человеке, который попал в трудную жизненную ситуацию по здоровью. И все, что с этим как раз у нас и сталкивается. То есть зрители оценили артхаусную постановку? Ну, для нас, конечно, мы были удивлены, так как все-таки артхаусная, тем более, да еще и кинопостановка, в основном она рассчитана для критиков, для тех людей, которые оценивают работу, кинтеграфистов. Вот мы получили приз зрительских симпатий. Ну, для нас это очень тоже важно, потому что кино делается все-таки для зрителей. И здесь мы были поражены отметкой зрителей и благодарны им. Юрий, ну, мы знакомы давно, да, и знаем, вот я знаю вас еще по спорту, по патриотическому движению, и для меня было несколько удивительным, что вы занялись производством кино. Вот как получилось так, что обратилась вот вся ваша жизнь в сторону кино? Какие были фильмы? Сколько вообще сейчас фильмов в карьере? Ну, во-первых, почему пришел в кино? Наверное, все-таки каждый человек либо любит смотреть кино, либо сниматься в кино, либо снимать кино. Либо критиковать. Да, либо критиковать. Критиков у нас, кстати, еще больше стало. Вот. Во мне, наверное, все сидит. И первое, второе, третье, четвертое. Вот. И поэтому мой приход в кино, он может быть и случайно, а может быть и нет, потому что, как бы, всегда меня интересовало кино. И в спорте достигли хороших результатов в протяжении федерации спортивных, которые мы регистрировали, или в военно-патриотической работе все было хорошо. Но потом, когда я понял, что уже достигнуто, что достигнуто, искал себе нишу занятости. Вот. И думал, чем бы заняться таким еще интересным. И посмотрел так вокруг, изучил и понял, что кино в Чувашии пока, как бы, ну, не имеет той большой аудитории, большой истории развития, продолжения тех традиций, которые у нас уже были в республике в 20-х годах прошлого столетия. Благодаря Акиму Максиму Кошинскому и замечательной актрисе Тане Юн, вот, решил попробовать собрать команду, которая бы в Чувашии могла представлена. Мы назвались «Первая национальная киностудия Чуваш-фильм». И вот начали снимать кино, и первой нашей «Ласточкой» была такая драма, социальная драма, фильм «Обочина» сценариста, драматурга Юрия Алексеевича Тесянова. Вот. Фильм находится до сих пор в стадии озвучивания, вот, по разным причинам, и финансовым в том числе, да, мы не можем пока, как бы, дать на те вопросы, которые постоянно к нам поступают, когда все-таки же мы увидим фильм «Обочина», да, но нам бы хотелось, конечно, ее очень показать, но, может, даже в этом году не получится опять. Мы покажем ее на следующий год, ввиду того, что действительно большая работа ведется. Техникой исполнения и производства этого фильма мы вложились очень серьезно. А вот по следующей работе мы просто набили, как бы, и руки, и знания, мы стали уже снимать уже, и у нас появился и фильм «Егор Шилов», и первый молодежный сериал «Битва за Новаюшку». Это очень разные мнения по поводу этого фильма. Фильм – это или сериал, или просто маленькие истории самого большого района города Чебоксара-Новаюшка. Есть какое-то профессиональное образование? Ведь нельзя заниматься таким масштабным делом, как производство кино, не зная азов этого дела? Я думаю, все можем заниматься, если азы и знания нам дают те люди, которых мы приходим... Я заканчивал в свое время мастерской в Беларуси Андрея Голубева. Я являюсь членом союза кинтографистов Республики Беларусь, как продюсер. Там я получил знания, начиная от актерского мастерства, и трюкового актера, и как сценарист, и как режиссер, и как постановщик, и даже частично, как оператор работает. И вот просто та большая работа, которую проделана была мной там на определенные несколько лет, живя работой в Беларуси. То есть этот опыт я уже, конечно, когда приехал в Чувашию, когда собирал команду, он до сих пор во мне сидит, и я передаю опыт уже на практике своим коллегам. И могут ли люди заниматься кинопроизводством, не имея образования? Я думаю, да. То есть да, можно. То есть порой иногда действительно уникальные люди есть, которые от природы такие талантливые. Этот талант просто подкрепляется потом, позже, той практикой, которую... Нужно его рассмотреть, да? Ну, конечно. И поэтому дать возможность другим. То есть через домашнее видео мы можем перейти на более серьезное. То есть кино – это все-таки искусство. Мы же понимаем, что нужно... Это как в спорте есть спорт по правилам, есть бои без правил, допустим, которые объединяют боксы, борьбу. И в кино то же самое. То есть можно, конечно, снимать кино без правил. И я, в принципе, таково, наверное, до сих пор еще и считаюсь. То есть вот те ломанные линии, которые в монтаже присутствуют, да, там специфика, как мы работаем, почерк наш, он уже стал узнаваемым. Не зря же поэтому к нам обращаются уже такие партнеры, как там Израиль, Канада, Америка, Франция. Сейчас вот итальянцы у нас работали на площадке в Чебоксарах. Это о чем говорит? То, что тот почерк, который у нас есть, он, может быть, не уникальный каких-то фантастических таких аспектов, да. А вот именно простоте, душевности нашей, да. Мы же живем в такой хорошей национальной республике, душевной республике. Поэтому наши фильмы, они плаксивые такие, душераздирающие. Поэтому, наверное, и жанр, который я выбрал, это драма, мелодрама. Даже если это боевик, это экшн. Это всегда с элементами там драмы такой серьезной. Людям нравится. Юр, есть какой-то, не знаю, образец? Можно ли говорить про кумира в кино, в киноискусстве? Ну. Образец для подражания, скажем так. Это лично для меня, если я могу сказать, что таких у меня нет. Но чтобы на кого-то действительно подражать, кому-то даже кумир там все, гидал, нашел, всего такого в хорошем понимании нет. Но мастера кино, как вот, я назову опять Никиту Сергеевича Михалкова, да, он для меня считает раба любви, там, свой среди чужих, чужой среди своих. Вот фильмы, которые действительно несут такую-такую хорошую нагрузку и техническую, и артистичную, и профессиональную. И фильмы Ролана Быкова, все, мне вот до сих пор их пересматривают, тоже, пожалуй, советский мастер, который снимал очень много детского, подросткового кино. Вот фильм «Чучело» стал для меня вот именно вот большим таким волнением, когда я смотрел, потому что очень много сходства к нашей жизни в тех времен. Не все воспринимают так же, как вы, как ваша команда, все то, что вы производите. Есть критики, которые однозначно критикуют, говорят, что нельзя называть это кино, это вот там какая-то самодеятельность. Что вы можете вот на это ответить? Критика, наверное, у любого, и не только в кино, в театре и в спорте. То есть я считаю, что люди, которые пытаются критиковать, наверное, уже не имеют на это как бы шансы критиковать, в том плане, что они сами, наверное, такие люди, которые этим производством и занимаются. Поэтому и по-разному можно относиться. Ну, я считаю, кое-что оставляю для себя, но иногда я читаю, что люди в основном пишут из-за гадости. То есть эту гадость я хорошо прочитываю. То есть это для меня-то она так кажется. Вот. И постоянно люди не только что критикуют, они, скорее всего, пытаются выразить свои эмоции. То есть почему именно сделано так? То есть они вылезают в процесс уже отснятый материал, и они считают, что вот где-то героиня не наработала, где-то актер не так сыграл. Да, я всегда защищаю своих актеров, потому что если им показалось, что игра актеров либо переиграна, либо недоиграна, значит, в этом все-таки виноват режиссер, который ставит. Пусть критикуют, как говорится, чтобы крепчали, но на меня она как-то не действует. То есть очень такой тяжелый сам себе человек. Я защищаю своего ребенка. Он желанный, он мой, и он самый красивый. Поэтому каждый будет защищать родителей своего ребенка. Здесь в кино то же самое. Но есть специалисты, которые, да, они там отолстываются, там какие-то ошибки. Ну, невозможно все сделать так, как вот, допустим, зритель хочет подстраиваться. Каждому свой жанр нравится. Кому-то не нравится, допустим, там, по битве за новоишку. Вот многим не нравится, как сыграла, допустим, наша героиня Клава. Какой-то у нее акцент появился. Я думаю, какой акцент у нее появился, у нее акцента никакого никогда нет. То есть какая-то критика необоснованная. То есть не в том плане, что вот... Или же бы докопаться, да? Скорее всего, так происходит. Какая-то немножко. Поэтому мы научим нашего зрителя в том плане, то, что мы не будем подстраиваться под них никогда. Вот моя задача не подстраиваться под зрителя. Моя задача делать свое кино, свой почерк. И тогда они будут приходить или на фильмы Спиридонова, или на фильмы Михалкова, или на Спилберга будут ходить. То есть в каждую, ну, те фильмы, которые ему нравятся. Ну, вообще, конечно, достаточно амбициозный такой ряд. Михалков, Спилберг, Спиридонов. И насколько это вот все действительно... Насколько режиссеры в Чувашии, я так понимаю, у нас есть союз кинематографистов в Чувашии, да? Насколько кинематографисты Чувашии, люди, которые работают над кино в Чувашии, создают кино, разное кино создают. Вообще, насколько это все действенно и живуче, насколько это сможет выжить и продолжать развиваться? Наверное, все-таки то, что сегодня именно в Союзе чувашских кинематографистов пришли молодые люди, молодая кровь, именно они и нас тоже подталкивают. То есть в свои годы то, что я считаюсь молодым режиссером. То есть так вот, 45-46, это молодые режиссеры. Вот, с приходом именно в Чувашию таких режиссеров, ну, кто-то и не профессиональный режиссер пока, да, я считаю, что вот те площадки, которые сегодня в Чувашии работают, непосредственно частная компания, и вот как раз Союз и объединил. И это есть большое, наверное, такое большое дело для культуры, искусства кино именно в Чувашии, как для продвижения одной из самых основных культур массы. И Союз для этого много чего делает. И площадки, и киноплощадки работают, и кинофестивали, которые проходят, а сам сейчас в октябре будет второй. И те возможности, которые сегодня появляются у людей, которые любят снимать кино, да, технические возможности. И люди уже привыкают, и партнеры привыкают, и предприятия, которые у Чувашии есть, которые с удовольствием к нам идут на помощь, в поддержку, потому что они сами понимают, лучше поддерживать свое кино, будем развивать все вместе. И тогда вот даже приятно, когда вот вышла, опять же, даже битва за новоюшку, ко мне позвонил ряд предпринимателей, которые увидели эту картину в семье и дом уже, не в кинотеатрах, предложили денежные средства для того, чтобы я продолжил эту историю. То есть потому что мы видим, что этот фильм второй не может выйти. Ну, в общем, зерно кино в Чувашии упало на благодатную почву. И они видели, что действительно кино интересно, смотрибельно, и есть тот потенциал у местных кинопроизводителей, который нужен зрителю. Будем творить историю кино вместе. Спасибо. Спасибо большое, Юрий, за беседу. Я надеюсь, это не наша, не последняя встреча. Я напомню сегодня о кино в Чувашии, о чувашском кино. Мы говорили с кинорежиссером, продюсером, сценаристом и актером Юрием Спиридоновым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова